Баль Сулам. Для нас очень важно рассмотреть законы природы и узнать, что она от нас требует, чтобы не испытывать ее наказания, которые, как известно, безжалостны. Вопрос такой. А вообще, могло ли бы человечество развиваться по-другому? Без проблем переходить с уровня на уровень в своем развитии, без особых страданий, знать эти законы, может быть, не знать частично, но в какой-то легкой степени, и развиваться чуть по-другому в более легком виде. Вообще, такое возможно было бы, чтобы человечество развивалось по-другому. Оно могло бы развиваться по-другому, более правильно, если бы оно поняло, что именно сказано в Торе, что желает передать человечеству наука кабыла и применило бы эти знания к своему развитию. То есть, вообще, альтернативный путь есть? Да. Но не за всю историю человечества, а начиная с определенного момента. Вот что это за такие ключевые точки развития, рэперные точки, на которых человечество имеет возможность сделать какой-то выбор? Ну, эта точка основная – это нахождение представителей, если можно так сказать, народов мира в Вавилоне. Несколько тысяч лет назад, когда они искали, в общем-то, свой путь. Я об этом много писал в своих книгах. И в итоге осознали, что вся природа, она направлена к тому, чтобы сделать человечество единым. Отчасти приняли это условие, хотя состояли из многих-многих различных маленьких народов. Но один из мудрецов того времени – Авраам, сын Тераха. Терах был духовным руководителем Вавилона. Авраам, его сын, как бы восстал против него и начал говорить о том, что суть развития человечества заключается в объединении. Все народы мира как один народ. С этого времени и создалось это течение, которое называется Кабалан, которое рассказывает, повествует, объясняет, каким образом мы можем все объединиться, соединиться вместе, как один единый народ. С тех пор это и идет. Ну и до сих пор. Это только лишь как одна идея. Мечта, философия, но не более того. Еще не начала эта идея приближаться к людям. И люди не начали еще адаптировать ее в себя. Может быть такое, что сейчас тоже такая реперная точка, когда человечество близко к тому, чтобы выбрать какой-то путь развития дальше? Несомненно. Сейчас это время. Несомненно. И об этом говорит наука Кабала. Что мы в настоящее время входим в последнее состояние человечества. Так называемое последнее поколение. Оно может быть длительным. Оно может включать в себя войны, всевозможные разрушения. Но может и включать в себя спокойное развитие. По спокойному подъему вверх все зависит от людей. Продолжение следует... Продолжение следует...